В эфире новости в студии Глильфима. Здравствуйте! В нашем выпуске расскажем о главном к этому часу. Сегодня утром в городе Коврове произошел пожар в офисе Сбербанка на улице Строителей. Он расположен на первом из пяти этажей многоквартирного дома. Из здания спасатели эвакуировали трех человек. Огонь удалось оперативно потушить. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовал 21 спасателя, 6 единиц техники, погибших и пострадавших. К счастью, не оказалось. Причину пожара пока не называют. И к другим темам. Семьи из Владимира пересчитали сумму компенсации за аварийное жилье. Их квартира расположена в старом доме на улице Лакина. Его должны были расселить в этом году и подготовить к сносу. Дому на Лакина 60 лет. В нем 26 квартир. 20 из них в собственности, остальные муниципальные. Большинство жильцов уже расселены. Осталось 8 семей. Но они наотрез отказываются менять место прописки из-за скромных, по их мнению, денежных компенсаций. В мэрии дали официальный ответ на запрос нашего телеканала. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра в Владимире сейчас составляет чуть больше 38 тысяч рублей. После проверки выяснилось, что одной из семей в аварийном доме недоплатили приличную сумму. Владелица квартиры номер 4, госпожа Христофоровой, с ней заключено соглашение о предоставлении ей компенсации по тем нормативам, которые есть. А нормативы, как вы знаете, устанавливаются в Министерстве строительства ЖКХ Российской Федерации. Есть довольно длительная переписка. Там к этой сумме недоучтена была в первичной выплате сумма порядка 50 тысяч рублей. Когда эта сумма будет получена на счет управления ЖКХ, с этой гражданкой все полноценно рассчитается в рамках тех денежных средств, которые ей положены. Но этой суммы, по мнению владимирцев, недостаточно, чтобы купить квартиру во Владимире, а переезжать на окраину города люди не хотят. Несколько собственников написали обращение в прокуратуру. Впереди суд. Первое заседание состоится в январе. Продолжаем выпуск. Во Владимире инспекторы Россельхознадзора проводят профилактические рейды по елочным базарам. В областной столице их пять. Сотрудники ведомства проверяют соблюдение карантинного законодательства. А именно наличие документов на хвойный товар. Без них продукция может оказаться опасной. Почему, расскажет Наталья Забнина. На проспекте строителей еловая ярмарка. На этот раз пушистые красавицы притянули взгляды не только горожан, но и сотрудников Россельхознадзора. Тут конкретно указано. Частинский район, село Пихтовка. Эти елочки приехали во Владимир из Пермского края. Карантинный сертификат у продавца есть, а документы в полном порядке. Конкретно к этой точке нареканий нет, потому что вся продукция, то есть с товарно-транспортными накладными. Торговля пермскими деревьями идет отлично, несмотря на колючие цены от полутора тысяч рублей за метр дерева. Сергей Юрьевич каждый год ставит дома живую ель. Выбирает ее всегда сам. Это из-за того, для кого я выбираю. Сейчас пандемия. Дети придут, посмотрят только и уйдут. Раньше я выбирал двухметровую, а сейчас мне нужно на стол. Качество деревьев на этой точке 10 из 10. В этом лично убедились и ревизоры. Ели крепкие, пушистые, а самое главное – чистые. Как вот здесь. То есть, если здесь на хвое присутствуют какие-то ходы, то это говорит о том, что он уже, возможно, здесь присутствует каких-то карантинных объектов. Это то, что инспектор может оценить на месте. В лаборатории товар исследуют под микроскопом. Только таким способом можно обнаружить мелких жуков, например, черных усачей. Если на наличие яиц, если на веточке есть на иголочках яйца или опутана паутина, значит, естественно, на них сосущие вредители есть. Сосущие вредители – они, значит, ложные щитовки, щитовки, тли, хермесы. Для этих вредителей хвойные сразу и дом, и еда. Для человека жуки и личинки опасности не представляют, но могут привести к гибели дерева. За соблюдением карантинного законодательства в Россельхознадзоре следят – нарушителей штрафуют. С начала 2021 года должностными лицами управления Россельхознадзора на территории Владимирской области выявлено свыше 30 нарушений, касающиеся вывоза растительной продукции без карантинного сертификата. Виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 108 тысяч рублей. Штраф грозит и за стихийную торговлю – от одной до 50 тысяч рублей. Но инспекторы подчеркивают – владимирские бизнесмены ведут себя ответственно. Нет вопросов и к этим новогодним красавицам у Центрального парка. Их привезли из Камешковского питомника. Решили рубить лучше здесь, чтобы прямо только вырубили, то есть день-два купили. Чтобы они были свеженькие, они тогда стоят долго, и запах тут у них другой. Чтобы живая ель радовала как можно дольше, нужно знать два простых правила. Сразу после покупки поставить ее в ведро с песком и подержать на балконе пару часов. Дерево не переносит резкой смены температуры. Качественно установленная ель сохранит свежесть и не осыпется в течение двух недель. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин. Праздничные салаты в этом году жителям региона обойдутся дороже. Во Владимирстате посчитали, как новогодние блюда выросли в цене. Ингредиенты оливье и селедки под шубой заметно подорожали. Меньше всего увеличилась стоимость горошка на 8%. Майонез и яйца выросли на 25%. Морковь на 50%. Больше всего подорожал картофель сразу на 77%. По данным статистики, один салатник оливье на четверых обойдется в 444 рубля. Селедка под шубой будет стоить дешевле 219 рублей. Все продукты в этом традиционном салате тоже подорожали. Меньше всего из них сельдь на 19%. Сегодня в Камешково после ремонта открылась районная детская библиотека. Теперь это современное пространство, где можно послушать аудиокнигу в наушниках, посмотреть видео и даже попасть в виртуальную реальность. Проект «Библия и притяжение» удалось реализовать благодаря федеральным средствам. Все подробности в нашем материале. Одним из популярных авторов у школьников в настоящее время является Михаил Самарский. Он сам очень молод, но у него уже большое творческое прошлое. Много книг он написал. И наконец-то мы тоже смогли себе позволить приобрести его произведения, которые давно востребованы. Больше 700 книг современных авторов и классиков детской литературы закупили по нацпроекту «Культура». Рядом с библиотекой находятся две школы. Почти две тысячи юных читателей будут рады книжным новинкам и не только. Библиотека преобразилась полностью. Знаете, хотя тут вроде бы и был такой более-менее ремонт, но не было вот этого полета, движения, интереса. Ну пришли, ну заменили книгу, ну привели класс, отработали. Я надеюсь, что сейчас дети, вот войдя в библиотеку, просто не захотят отсюда уходить. Из федерального бюджета на создание модельной библиотеки выделили 5 миллионов рублей. 300 тысяч из местного пошли на обновление входной группы. Один из кабинетов отремонтировали по госпрограмме развития культуры Владимирской области за 700 тысяч. Библиотека преобразилась всего за два месяца. Теперь здесь новые полы, окна, освещение и мебель. Мы разработали трансформацию помещений. Для этого мы заказали передвижную мебель. И если будет такое большое массовое мероприятие, то территорию можно полностью освободить помещение. И порядка 50 человек сюда уместятся. Творческий проект разработала Светлана Корчагина, заведующая отделом по работе с детьми. Затем была долгая работа в тандеме с дизайнером. Сейчас в библиотеке несколько зон. Для самых маленьких установили интерактивный стол, яркую мебель и постелили ковролин. Для старших школьников подготовили технические новинки. Для проведения 3D-экскурсий в нашу библиотеку были приобретены две системы виртуальной реальности. И теперь наши читатели могут попасть в любую точку мира, не покидая стен библиотеки. Два новых компьютера, несколько ноутбуков и высокоскоростной интернет. Всем этим могут пользоваться посетители библиотеки. Теперь здесь есть даже веб-камера. В планах создать клуб анимации, чтобы дети сами смогли сделать мультфильмы по прочитанным книгам. Ольга Лефимова, Екатерина Старикова и Андрей Беляков. В Владимирском доме художника в Центральном городском парке открылась выставка Виктора Смирнова. В этом году мастер отпраздновал сразу два юбилея – 70 лет творческой деятельности 90 со дня рождения. Его картины отмечены золотой медалью Союза художников России. Вернисаж занимает весь первый этаж. Здесь можно увидеть 20 работ Виктора Смирнова. Большинство из них мастер написал в течение последних двух лет. Из художественных предпочтений Виктора Ивановича «Пейзаж» есть у живописца любимое место, где ему особенно нравится писать свои работы – деревня Лубенкино в Камешковском районе. Несмотря на свой почтенный возраст, Виктор Смирнов работает каждый день, экспериментируя в различных техниках и жанрах. Понимаете, природа природа, а все-таки создавать надо самому. И что-то достигаешь, надо идти дальше. И вот сейчас у меня новые вопросы, новые работы. И я очень увлечен этой работой. И я думаю, что я счастливый человек. Творчество Виктора Смирнова занимает важное место в современной живописи. Его работы находятся в коллекции Министерства культуры России. Больше 800 картин в частных собраниях и галереях Японии, Америки, Франции и других европейских стран. За 70 лет активной творческой деятельности картины Виктора Смирнова были представлены на 100 выставках по всему миру. Юбилейный проект у Владимира продлится до 3 января. Вот, например, вот эти работы, они новые уже, буквально месяц назад сделаны Виктором Ивановичем. И видно, что человек старается делать что-то новое, 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 новое. Вот поэтому человек, когда работает, занимается любимым делом, он может жить вечно. Хоть до 100 лет. Я думаю, если в таком же темпе Виктор Иванович работает и на 100-летнюю юбилейную выставку, я думаю, он нас пригласит. В Александрове велосипедисты решили поднять настроение жителям и переоделись с Дедов Морозов. В новогодних костюмах они ездят по улицам города. Праздничный кортеж состоит из Дедов Морозов и Снегурочки. К одному из велосипедов прикрепили елку, у которой даже светятся гирлянды. Создают новогоднее настроение. Александровцы не только своим внешним видом прохожих. Они поздравляют с наступающим Новым Годом и дарят им сладкие подарки. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если вы хотите стать героем нашего материала или поделиться интересной информацией, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Вечерний итоговый выпуск новостей выйдет в эфир в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...